Субтитры делал DimaTorzok Мы вместе организуем тур Очень интересный, необычный тур на Алтай Уже очень скоро он будет С 11 по 13 марта И это будет тур с йогой голоса Удивительное Алтайское посело Аскатка Которым я писала И как мне кажется, сейчас этот тур Очень-очень даже в тему Вот Татьяна уже появилась Она сама сейчас о себе расскажет О том, что такое йога голоса И я думаю, что Всем вам будет это интересно Послушать и возможно кто-то захочет К нашему туру присоединиться Приглашаю Татьяну Так, сейчас Она подключится и мы вам расскажем Это будет очень интересный тур Как мне кажется Сейчас он вообще очень-очень в тему Потому что все, что касается Текущих нынешних событий Достаточно печальных И таких стрессовых для всех И нам всем сейчас самое главное Сохранять разум Сохранять себя в целостности Привет, привет Что-то, Оля, ты в меня пропала Я тебя не вижу Интересно, Инстаграм нам даст? Так, вот сейчас Татьяна присоединяется Пока я ее почему-то не вижу Инстаграм нам даст сделать или не даст? Что такое йога голоса? Мне самой очень интересно Потому что я занимаюсь обычной йогой Оля, я тебя не вижу Вот как люди себе это видят Да, йогу Обычно И на Алтае вообще такие туры Очень популярны И в принципе поездки Ретриты всевозможные Туры Какие-то выезды Потому что это то самое место Куда люди едут Вообще за тем, чтобы найти Ну, ту самую загадочную шамбалу И просто побыть наедине С природой Наедине с самим собой И как раз там это очень просто сделать Так, вот какие-то есть проблемы Татьяна не может присоединиться Сейчас попробуем Что еще возможно Но пока я расскажу немножко про место Куда мы едем Туры будут проходить в деревне Аскад Ну, даже сложно назвать это деревней Да, это скорее село мастеров Я о нем писала в последнем постике Но вообще, конечно, стоит там побывать А, вот, вот и Татьяна Да, привет Привет Да Ну, да Инстаграм немножко подключивает Это понятно, что сейчас Наверное, нормально Ну, посмотрим, что возможно Хорошо Да, друзья, знакомьтесь Татьяна Новикова Учитель йоги, голоса Ну, я называю таких людей учителями Потому что, наверное, правильно говорить учитель Да, не преподаватель там И как-то еще А именно учитель Ну, или мастер, наверное, будет правильнее сказать Но о том, что такое йога-голос Татьяна сейчас сама расскажет Потому что, вот, если честно Как я уже сказала Я не очень тоже себе это представляю Я занимаюсь обычной йогой И то так Очень Ну, скажем так На любительском уровне Поэтому В этом туре, который сейчас у нас будет С 11 по 13 марта Я скорее отвечаю за его Общее какое-то наполнение И сопровождение А Татьяна именно Про практики йоги-голоса И он сейчас нам об этом расскажет Давай, Таня Пожалуйста Да, привет, привет всем Я, наверное, чуть-чуть представлюсь Я Татьяна Новикова По образованию я математик Окончила Мехмат-НГУ Математик у меня всегда очень хорошо получалось Но почему-то вот она меня не интересовала И так сильно, что я занимаюсь как профессионально Вот, и Оля, ты меня знаешь уже давно Знаешь, что я не всегда была учителем йоги-голоса То есть было время, когда Очень продолжительное Когда я была предпринимателем Но всё-таки вот поиск предназначения Меня привёл к йоге, во-первых Давно практикую йогу Ну, в традиционном понимании Как ты её понимаешь Как многие её понимают И четыре года назад Я познакомилась с йогой-голоса Потому что я поняла, что йога Не совсем отвечает как бы моим запросам Сцелению от детских травм То есть какие-то запросы Она не охватывает Вот в том виде, в котором она практикуется у нас Как вот принято У нас У меня был, конечно, запрос на То, что я хочу свой голос обратно Я хочу проявляться как-то В этом мире Чтобы ничего мне не мешало Там проявлять свои эмоции Если я хочу сказать Я тебя люблю Так чтобы это Ну, как я тебя люблю А не как ты И так далее Вот Но сейчас, конечно, выходит на первый план Другое У нас есть йоги вообще Йоги-голоса Для всех очень важно Со своим телом Со своим центром С тем, на что можно опереться в данный момент Потому что во вне Опора на язык очень сложна сейчас И что вообще сейчас происходит А происходит вот наша реальность И вот как говорит мой учитель йоги-голоса Мы все каким-то образом несем ответственность За то, что сейчас происходит Тем, что у нас происходит конфликт Что, наверное, нет ни одного человека В котором не было бы внутреннего конфликта И когда это соединяется В большом планетарном масштабе То есть вот так Вознательном То это возникает вообще огромный-огромный конфликт В итоге Вливается вот в то, что у нас сейчас происходит Поэтому нельзя сказать Что вот эти плохие, эти плохие Мы все несем за это ответственность И то, что мы можем сделать Это мы можем Ну, позаботиться о себе Прежде всего О себе Прежде всего Да Да То есть это вообще сейчас Потому что некоторые задают вопросы И, в принципе, вот многие, я вижу, да То есть пишут, что в соцсетях И обсуждают Уместно ли сейчас это вообще И насколько вообще, в принципе, сейчас это нужно Какие-то путешествия Куда-то там зачем ехать То есть в мире происходит такое А вы там куда-то собрались Ну, по крайней мере, я сталкивалась с такими замечаниями Но, как мне кажется, сейчас самое время В принципе, как-то вернуться к самому себе Понять Разрешить эти конфликты Которые внутри каждого из нас есть И тут уже есть разные, конечно, способы Но гораздо эффективнее, полезнее для всего мира И для себя самого Начинаем с себя, да Потом уже для всего мира Это сначала обратить внимание на собственный внутренний мир Что происходит в нас И, наверное, это найдёт какое-то отражение и во внешнем Так же? Да, совершенно верно, да И, ну вот, часто, да, ко мне тоже обращаются люди Спрашивают, а что такое йога-голос? Ну, что такое йога, мы понимаем Какая-то телесная практика А что такое йога-голоса? Ну, на самом деле, то, что мы понимаем под йогой Это не йога, это асана, это часть йоги А йога переводится как единение И есть ещё такое слово, как счастье, то есть соединение частей Можно сказать, что йога-голорусский — это счастье Ну, то есть, да, есть такое вот представление И у наших предков было, и у древних мудрецов, йогинов То, что когда мы объединяемся Когда мы объединяем все части свои внутри, которые были в конфликте То мы приходим к йоге, то есть к счастью Вот, а с йогой-голоса, на самом деле, всё просто Это зарегистрированный бренд, если честно Вот как Я живу в школе звуковой терапии У меня есть у Ирины Казаченко, они находятся в Москве Я офицированным представителем этого направления У меня есть официальный сертификат И, кстати, пока что я единственный в Новосибирске Хотя это очень разница в Москве и в Украине Видите, это такая редкая практика То есть пока что ей очень мало кто занимается Вообще сейчас очень много же всяких разных голосовых практик Допустим, я знаю такую Ладно, назовем её мастером тоже, Перуку Возможно, тоже кто-то о ней слышал Но я у неё была неоднократно на семинарах И онлайн разные курсы тоже проходила Это не одно и то же То есть это не то же самое, потому что это тоже голосовые практики Или это всё-таки другое? Я думаю, что это не одно и то же Я, конечно же, Перуку слышала, но я не проходила её практик Но это относится к женским практикам Наша практика может быть и мужчинам, и женщинам То есть тут нет пения маткой, у нас тут нет Хотя я ничего против не имею Потому что Перуку это больше рассчитано именно на женщин Точнее, это рассчитано только на женщин, мужчинам на её мероприятиях Но страшно становится То есть если они туда-то попадают, то они очень боятся и убегают Но ставятся близко, да, не приезжают Это тоже страшно То есть я по-разному Да, да, да Потому что бывает разное Вот Если вернуться к нашим делам, то что такое? Ну, в общем, мы уже сказали, да? Йога, голос — это проявление А проявление, то, что находится внутри Проявление наших талантов через голос Вы думаете, что голос — это такое Ну, первично Мы приходим в этот мир, и первое, что делаем, мы кричим То есть это значит, я существую И у нас это свойство очень часто потеряно То есть если человек не задумывается о том, а что вообще с моим голосом А я вообще проявляю себя, проявляю свои таланты Или нет То как бы, ну, вот так вот жизнь как-то идёт со своим чередом И ничего особенного не происходит Но люди, которые проходят через эти практики Через голосовые практики Они проходят через мощную трансформацию обычно И тот, допустим, тот трёхдневный тур, который у нас был в декабре Ну, люди приезжали, они говорили, что там разные вещи И там, что жизнь уже не совсем не такая, как я была дома У человека происходит, он понимает, что, блин, что я тут сижу тут крестиком вышиваю Когда я хочу на самом деле проявляться Я хочу, чтобы говорить, хочу, чтобы меня слышали Я хочу петь, хочу, чтобы меня слышно было Вот, и это не принятие себя, а принятие других То есть когда человек начинает... Это не о пении, не о вокале Не о том, что мы вот красиво поём Вот некоторые говорят Да-да-да Йога голоса, наверное, там петь надо Я петь не умею, мне нет голоса Мы здесь принимаем такое, что все звуки красивые, все голоса красивые То есть здесь мы принимаем наше звучание таким, какое оно есть в данный момент И в результате этого происходит какая-то тоже трансформация Человек начинает и себя принимать, и окружающих И очень важное значение — это выход на другой энергетический уровень Потому что важная часть практики — это освобождение от психоэмоциональных блоков У нас там тоже немножко будет Хотя надо сказать, что поскольку тут речь идёт о твоих подписчиках Я постаралась делать эту часть, которая касается практики, такую лёгкой То есть человек, который знаком с практиками, может прийти и попробовать А у нас есть йога по утрам, ну то есть такая традиционная с асанами То есть прийти и попробовать начать эту практику Да, потому что некоторые интересуются, но как-то вот потом читают более подробно И говорят, ой, это что-то вообще совсем, вот совсем не для меня Я что-то как-то боюсь, то есть многие, да, видят, что тур на Алтай, как-то заинтересовываются А потом понимают, что Алтай будет не так и много Будет что-то такое, такое им непонятно Некоторые немножко бояться не стоит Это не что-то прям такое Любой может справиться, да? Для любого подходит Человек не может справиться Вот, поэтому ты успокой своих подписчиков, которые не боятся Вот, там будет, получается, ну очень много экскурсий Мы все-таки едем весной, да, встречать солнце То есть у нас очень важная часть, это природа Мы выезжаем на природу, это природотерапия, экскурсии на голубые озера Кто забудет покупаться? Ну ты сама там дальше, да, рассказывай Ну да, голубые озера, да, голубые озера Вообще голубые озера, место уникальное Потому что оно доступно только как раз в холодное время года И вот сейчас они еще доступны Потому что, как вот я вижу по сообщениям, опять же, там, друзей и коллег Которые на Алтае и сейчас выезжают То есть, в основном, других гидов Там достаточно холодно Такая сильно бурная весна еще, в общем-то, не началась То есть мы должны совершенно нормально туда попасть И попасть-то туда можно, в общем-то, и летом Но озер летом мы не увидим А вот зимой мы их увидим То есть летом там просто протекает русло Катуния Которое расширяется очень сильно Озера сами появляются, ну, где-то, наверное, в октябре Может быть, в сентябре Ну, в зависимости от того, насколько высок уровень воды Озера считаются мистическими, как и много на Алтае Там почти все считается мистическим У каждого, буквально, у каждого, чуть ли не каждого дерева У каждого, там, какого-то перевала, поворота Своя легенда Ну, то же самое и касается и голубых озер Но что в них интересно, я это видела, кстати Они не замерзают, в принципе, никогда Прошлой, допустим, зимой Ну, не та, которая сейчас, да, и сейчас для меня это еще зима В прошлом году, год назад Они не замерзали Мы были там на Новый год Было очень холодно, было, ну, градусов 35 Минус, а озера как ни в чем не бывало В этом их особенность То есть за счет чего это происходит Тут точно объяснить сложно Ну, мистика какая-то, да Либо там просто бьют какие-то возможные ключи То есть, возможно, причина какая-то очень простая Но место очень красивое, интересное И побывать там, конечно, стоит Ну, и, в принципе, как-то везде на алтаре Вот это вот одно из мест, куда мы обязательно сходим Это будет такая небольшая, достаточно легкая прогулка Но при этом можно все равно себя, свое тело хорошо почувствовать Хотя она и не длинная совсем Ну, вот, да, то есть очень важная часть Это природа, это встреча солнца Мы едем во время Близкое к весеннему равноденствию То есть такое вот Ну, уникальное время в году Когда зима, время спячки Переходит в лето, время жизни, время роста И весна, март, это время посева То есть сейчас вот вообще-то быть в стрессе И испытывать какие-то негативные эмоции Это очень не здорово Потому что вот все семья Сейчас они будут прорастать, расти летом Ну да Осенью Соответственно, сейчас нужно быть очень внимательным К тому, что мы чувствуем, думаем И какие ситуации Вот, соответственно Вот в такое уникальное время Мы едем вот вместо силы Что очень классно, по-моему Да И мне кажется, да Вообще это очень классно Особенно сейчас Потому что сейчас вообще очень сложно Как-то избавиться от негативных эмоций Не знаю, мне кажется Вообще нет человека Который, в принципе, бы их не испытывал Потому что ситуация, ну, действительно Очень неоднозначная такая И сложная, и тяжелая И мне кажется, сейчас самое время просто Как раз куда-то выехать Во-первых, на природу Потому что выезжая на природу Ты понимаешь, что проблемы Ну, понятно, там Нельзя их не каким-то образом преуменьшать Но в любом случае Природа заставляет просто о чем-то вечном Что-ли, задуматься И более Тем, кому они нужны А они всем сейчас нужны Да Ну и природа И то, что вместе Не поодиночке мы там сидим По угламу, стрясемся Ну да Да, это важно То есть это все равно Единение И опять же, что Вот и чего Да Что мы посетим Что, по крайней мере, в программе есть Центр русской родной культуры Лукоморья Находится тоже в селе Аскар Замечательное место Если о нем не знать То, скорее всего Вы его сами даже и не найдете Потому что Ну, про него мало что известно Там, хотя и есть реклама Но, по крайней мере, каждый Все туда ходит Потому что нужно так Пойти через все село Потом подняться на горку А так как сильно В Аскарте себя никто Не рекламирует Многие знают И так, куда они идут Поэтому как бы Такого сильного Рекламы нет Но место уникальное Там можно, во-первых Примерить И приобрести Национальную нашу Славянскую одежду Это тоже сейчас Вот очень актуально Причем как для женщин Так и для мужчин Больше всего, конечно Для женщин Ну, и не только одежду Там есть И другие всякие Разные товары Очень интересные Косметика Не очень большой выбор Но есть стоящие Достаточно вещи Интересные И, опять же Что здорово Именно в этом центре Лукоморья Все это в единственном Ну, не в единственном Ну, да Можно сказать Единственном экземпляре И больше нигде На Алтай этого нет Несмотря на то Что Алтай В принципе Весь завален Сувенирами Сувенирных лавок Там множество И многие просто думают Что это очередная Сувенирная лавка Но это не совсем Так Это больше Именно такое место Со смыслом Хозяйку Основательницу Любовь Ее зовут Она еще может Очень интересно Много чего рассказать О славянских Солярных знаках И не только о солярных А в принципе О славянских символах Это очень интересно Потому что это все-таки Наша культура Наша родная Ну поскольку мы Русские То так или иначе У нас есть какие-то Славянские корни По крайней мере У большинства Ну а даже если нет Все равно очень интересно Послушать Потому что Это погружение Вот в те самые Основы То есть Мы же наверное знаем Многие Что древние люди Которые жили Задолго до нас Они как раз Чуть ближе были К природе И чуть больше Разбирались И эти символы Все не на пустом месте Возникли И вот именно В этом центре Очень интересно Об этом рассказывать То есть Можно прям Много чего Для себя Такого Очень необычного Открыть И обнаружить Классно Ну еще же Самое главное Это мы К какому человеку Мы поедем Да-да-да-да Человек Не дождусь Ну вот мне тоже Прямо интересно Потому что я сама На этого человека Прямо буквально Недавно подписалась И сейчас так иногда Посматриваю Мы заезжаем к Шаману Шаман очень прогрессивный У него имеется Аккаунт в Инстаграм И в других соцсетях Наверное есть И на Ютубе У него есть канал Там можно тоже Все это смотреть Я напишу потом Ссылку дам на Шамана Тем, кому интересно Но в соцсети Это конечно хорошо Но побывать Стоит вживую Поскольку Ну судя по всему Я не видела никогда Этого человека Живьем Так скажем Но я о нем Очень много слышала Он достаточно популярен Причем далеко За пределами Республики Алтай И даже за границей Как он говорит Приезжают к нему Интересно очень Он рассказывает Даже просто послушать его Уже интересно Он много говорит В том числе И о текущих событиях И о том Что сейчас у нас Период трансформации На земле Интересно побывать Но при этом Это шаман Вот не какой-то там Дикий Который в пещере сидит При том Что он знает Все эти обряды Он является Потомственным шаманом Но при этом Это шаман С высшим образованием Это очень Интересное Необычное сочетание То есть он не просто Вот да Потому что многие думают Ну там шаман Это вот что-то такое Наверное Вообще Несовременное Да как-то уже Совсем это и не надо Но нет Это шаман С высшим образованием То есть подкован И исторический И много чего Интересного знает Ну и послушать Конечно его вообще Даже в соцсетях Интересно Вот например Недавно я слушала Как раз на Китайский Новый год О том Он рассказывал Об одном очень Интересном обряде Что там Денежный кувшинчик Да у меня тоже Вот-вот-вот У меня тоже стоит Ну интересно Но в принципе Шаман Как я сказала Он не в пещере живет Он живет В совершенно нормальных Условиях И при этом Он еще является Основателем музея Этот музей Многие видели Многие просто Проезжают мимо Поскольку он находится Даже не в горном Алтае Не в самом А всего Буквально В нескольких километрах От Бийска И многие Кто едет Из Новосибирска Из самого Бийска Из Барнаула На Алтай Те просто мимо Проскальзывают И даже не замечают А те кто допустим Летит до горного Алтайска Те про это место Не знают вообще У них просто Шанса нет Ну вот То есть стоит Определенно зайти Мне прям Самое Наверное Самое интересное Что у нас там будет Что Шаман нам расскажет Это мы конечно Не знаем Мы узнаем на месте Но что-то расскажет Вот Шаман достаточно Популярный Поэтому И опять же Подписчиков у него много И Ютуб канал у него Такой раскрученный Но посмотрим Интересно Побывать в любом случае Послушать его стоит Я думаю Что это поможет Нам и нашим участникам Еще большую опору Объяснить В этой ситуации Потому что В данной ситуации Что угодно Может послужить Опорой И я думаю Что уж точно Не помесает Посещение Шамана Хорошо Ну что Давай подытожим Что там Тур состоится С 11 по 13 марта 11 марта Мы выезжаем Из Новосибирска Ну достаточно рано Утром Чтобы нам все успеть Чтобы добраться До Аската Уже где-то Примерно в районе обеда Но это будет чуть позже В зависимости От дорожной обстановки Но как правило К трем-четырем Скорее всего Мы там должны уже быть Размещаемся И в первый день У нас практика Да Практика У нас вечер Ну сначала Не до ужина Мы гуляем Знакомимся Гуляем Здороваемся Да Ну да Вот Еще опять же Для желающих Недалеко Вот Аската Практически напротив На противоположной стороне Реки Катунь Можно зайти Пешком совершить Восхождение На обзорную гору Это для желающих Но я не знаю Насколько это сейчас возможно Я думаю Что это возможно Но так как весна И снег Все-таки Ужитает Там может так быть Ну нелегко Я думаю Если мы успеем Я не знаю У нас там вообще Если успеем Программа Обязательно Мы наверное Успеем Да Ну это уже так Если для желающих Я могу показать Где тропы Или даже залезать Но это опять же Это не обязательная часть программы Это уже как опция В самом Аскате Что там еще Во-первых Очень много Сувенирных лавок Но они не просто сувенирные Они все еще Творческие мастерские Есть конечно Просто магазины Сувениров Это вообще наверное Самое популярное место На Алтае Именно такое интересненькое найти И главное Все находят Там и одежда Необычная Есть И кстати Еще в самом Аскате Есть мастерская Одежда из льна И крапивы Крапивы бояться не надо Но тоже интересно Также в Аскате Имеется выставка Дом музея семьи Головань Это художники Которые родом не с Алтая Они туда приехали В собственной усадьбе Располагается музей По возможности Тоже можно сходить Но еще и славка травника И много чего еще Сама деревня Очень небольшая Ее буквально За несколько минут Практически Можно обойти всю Но в ней просто Огромная концентрация Творческих Очень необычных Очень интересных людей Центр буддизма Там еще находится Много-много чего еще Там селятся Интересные люди Веганы Сыроеды Прочие другие Кто какие-то там Практики Выполняет То есть побывать стоит Место еще Плюс ко всему Оно еще просто Очень красиво Да Здорово Ну вот мы остановились На том что Мы значит гуляем Знакомимся с территорией После ужина У нас будет практика Ну такая вот Легкая Будет Медитация с тибетскими чашами Также важная Что у нас часть Это звукотерапия Будет приветствие стихий Приветствие духов Мы будем Разрешение У местных Духов Проводить здесь практики Обязательно Да Это кстати очень важно Наших И ароматестирование В результате Ну ароматестирование С помощью Чистых эфирных масел Вы узнаете свои ресурсы Препятствия К выполнению вашего запроса И по результатам Мы уже Сделаем Такой небольшой пузыречек С вашим ресурсным ароматом весны Это тоже очень Я думаю Что вам точно понравится Ресурсный аромат Это как-то смесь ароматов Или это Просто для каждого ствола В этом случае Будет от одного до трех Аромат От одного до трех Эфирных масел Ваши масел В зависимости От того какие Потому что У разных людей Разные реакции Некоторым вообще Ничего не нравится Один аромат Хороший Слава Богу Вот Вот Ну и дальше Мы ложимся спать Уже на следующий день Завтрака У нас небольшая будет практика йоги Йога Разминка такая То есть Если вы еще Не практиковали йогу Или уже практиковали Периодически Практикуете И бросаете То как раз Возможность снова Заняться И вернуться После завтрака Мы получается Идем на голубые озера Да 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 Это у нас займет Часа три То есть По расстоянию Там не так уж Мы торопиться Нам не нужно бежать И как-то там ускоряться Спокойно Прогуляемся Это такая прогулка Очень приятная Ни в какую гору восходить Не надо Это практически по прямой Но тем не менее Через лес По берегу Катуни Очень красиво Но на самих озерах Там можно Во-первых Тоже какую-то практику провести Уже На природе Я думаю Что это интересно Ну и кто хочет Можно искупаться в озерах Вода естественно холодная Как и все на Алтае Кстати кто на Алтае был Тот знает Что там вообще нет Теплых водоемов Ну за исключением Нет Вода холодная Но при этом В общем-то приемлемая И что еще На голубых озерах По крайней мере зимой Там устанавливают Такую мобильную баню То есть можно в бане нагреться Погреться немножко А потом уже нырнуть в озер По крайней мере Когда я там была Зимой там была Это мобильная баня Кто-то вообще без бани Даже в озера нырять Можно Если уж страшно Прямо так сразу Ну вот Мне кажется это интересно Попробовать Эту Хорошо И получается После экскурсии У нас будет обед После обеда Мы прогуляемся В лавку ремесленников Да Мы идем как раз В мастерскую Лукоморья Нам расскажут Про солярные знаки Славянские Ну и не только про них Опять же Я не очень знаю Что нам именно расскажут Поскольку это всегда Немножко разный Рассказ Ну Про солярные знаки Расскажут точно Ну и плюс Конечно Можно купить себе Просто совершенно потрясающее Славянское Красивое Такое традиционное платье Причем платье Есть такие Прям традиционные Традиционные Длинные С орнаментами Они все с орнаментами А есть такие Которые можно Вполне носить И в повседневной жизни Даже если вы В каком-то Достаточно серьезном Учреждении работаете Но все равно можно Потому что есть Вполне просто Современно выглядящие Но тем менее Стилизованные Очень интересные Ну и после лукоморья У нас уже будет практика Йоги-голос Мы познакомимся С йогой-голосом Со звучанием Будет Также практика Наполнения наших целей Которые мы будем Использовать Вот наш аромат Который Мы Сделаем Также звучание Собственного голоса Ну и дальше Ужин А после ужина Будем петь Пение мантры Петь Песен Да Там мастер-класс По Матрице Судьбы Сделаем Ну там уже Посмотрим Ну да Здорово Ну и потом У нас остается Один день В который Даже Такой он Неполный Утром Утром практика Я думаю Да Утром небольшая Практика йоги То есть Разминка И после завтрака Уже выезжаем И по потару Выезжаем И едем Шаман Шамана мы поставили На последний день Потому что Ну это вообще Специально задумано Потому что Когда я общалась С шаманом Он мне сказал Что не надо Ставить на первый день Потому что Часто так получается Что люди едут Останавливаются У шамана По пути на Алтай А потом говорят Что в общем-то А нам дальше Это уже и не надо Вот Поэтому Шамана На последний день Представим Чтобы у нас Не вышло так Чтобы Потом дальше Уже никто Ехать не захочет Все свои ответы Получат Да Здорово Как классно Вообще И Ну да Уже все Едем в Новосибирск Наполненное Вдохновение Наполненное От общения С шаманом И между собой То есть Едем На Алтай Да На Алтай Конечно Да Здорово На Алтай Побывать весной Очень-очень Даже стоит Что хорошо Что в это время Там совсем Не много Туристов Но при этом Вот эта вот Просыпающаяся Природа Весенняя Алтая Она Очень отличается От Алтая Летнего Летом Очень много И не видно Даже из-за того Что много Много туристов Весной Весной Этого Нет И вот Действительно Ты как бы Наедине С собой Но это И не зима Когда Действительно Все вот так Как бы Спит И так Тихо Тихо Все очень спокойно Весной Прям чувствуется Вот эта вот Энергия Природы Энергия Гор Энергия Всего что Вокруг И солнце Очень мощное И как правило В марте На Алтае Солнечное Это не 100% Конечно Здесь ничего нельзя гарантировать Но как правило В марте Все-таки Очень хорошая погода Всегда Да Так что Друзья Летом На Алтае Там 50 раз в день Меняется Погода Солнце Можно А тут Солнце Солнце Может и не быть Потом летом Конечно И намного Больше народу В любом случае Алтай Он большой Он позволяет Все равно Уединение Какое-то Найти И получить Но весной Это совершенно Другая Все равно Атмосфера Да даже Если вы Были на Алтае Летом И зимой И другие сезоны Все равно Стоит побывать Потому что Я не встречала Вообще Еще ни одного человека Которому бы Алтай Надоел Который бы Там побывал И сказал Я больше не хочу Нет Чаще всего Люди Снова Все-таки Хотят туда Вернуться Это необыкновенное Место Энергии И силы Очень наполнять То что Сейчас Да и вообще Классно Ну что Я думаю Мы уже Достаточно Рассказали Ты сохранишь эфир Да Все сохраню Если кому интересно Смогут потом Послушать И принять Уже решение А все Присоединяйтесь Друзья Будет интересно Будет очень Необычно Я думаю Что Не пожалеете Точно Ждем вас Куда Откачаться Писать Тебе Получается Если что Писать Можно Мне Писать Можно Татьяне Если есть Вопросы По йоге Голоса Именно То Это Татьяне Это Не Я повторяю Что Произвестан Йоги Голоса Вообще Практик Не стоит Мы сделали Такую Программу Что Любой Человек Даже Без Опыта Практик Он С ней Справится Легко Да Ну а Все Что касается Именно Программы Где Будем Жить Что Будем Есть Где Друзья И Присоединяйтесь Спасибо Спасибо Мне тут крестик Надо нажать Крестик же Надо нажать